Вот нога, но они плынули, ну не знаю, на ногах, парень, ну это опасно, понимаете? То есть так тоже подходит. С голоду не один ребенок, конечно, как бы такой не было, не буду. Или готовлюсь к следующей беременности. Саша, всем привет, я Аня и ты на Дабл Бабл. Вы не поверите, где я сейчас. Это снова роддом. И это мой седьмой влог. На самом деле мы приехали на плановый осмотр после операции. Нужно посмотреть, прочекать все мое здоровье и узнать, нормально там все или нет. По плану мне должны сделать УЗИ и посмотреть, как все заживает, не для кровотечений. Врач должна сделать четкий осмотр и сказать, все ли хорошо и все ли в порядке. Чувствую я себя вроде бы хорошо, и это классный признак. Давайте держать пальчики, надеюсь, все будет в порядке. Странное ощущение, заходить сюда еще раз. Но что делать? Пойдем. Ну вот, я на месте, меня направили на УЗИ. После операции обязательно нужно проверить, как там все заживает, как мой животик. Потому что у меня здесь остался огромный шрам и немного он побаливает, конечно. Что меня, ну, можно сказать, беспокоит. Хотя моя врач мне писала в WhatsApp, что в течение двух месяцев какие-то небольшие боли вполне возможны. Сейчас посмотрим, проверим, все скажет как-то ничего. Посмотрим, как лежит. Чувствительность восстановится. Пока увидишь, что плохо ощущаю. Месяц два-три, вот это все наложится. Молодочка хватает? Да. Вот наша матка. Гаря, ты спосеродовая матка. Ребята, какие у вас выглядели? Три пятьсот семь. Все, хорошо. Так непривычно там. Фух, проверял меня сейчас тот же врач, что и проверял, когда я была еще с пузиком. Он такой говорит, о, заходите. Ну, как ваш малыш там поживает? Мелкому привет. Я уже сюда прям как домой хожу. Все мне привет передают. И малышу нашему тоже. Это забавно. Ну, а что касается самого УЗИ, вроде бы сказали, что все хорошо. Все зарастает, но остались еще некоторые там выделения, которые должны поскорее пройти. Если что, сказали, прикиньте, крапиву пить. Настой крапивы. Я вообще такое первый раз слышу. Это что, на даче надо было порубить. Крапива, получай ты палкой крапивы. В детстве я с ней боролась, а теперь она, видимо, мне поможет, если что. Угу. Все, теперь идем к нашему врачу. Ну, да, она должна уже мне конкретно разъяснить, что там пить, что не пить. Ну, и сказать на пустынные слова. Здравствуйте. Заходите. Посмотрите, что у нас рубец-то сделает. Красивый? Ну, хороший, ладно. Убирается? Убирается. Эй, стой, вообще есть? Вообще красивый рубец. Ровный, селитричный. Я думала, что папа валится, что это красиво. Нет, что-то играет в боль. Сомневается, рассматривает. Хороший. То есть, приедешь, когда сладко начнется. Когда нужно береговаться. Ну, если не захочешь, самарко. Ну, я думаю, что мы сначала с первым разберемся. А что, убирать? Уже устраиваемся. Если честно, у меня такие смешанные чувства. Потому что здесь я была последнее время с малышом. Он сидел у меня в животике. Я столько времени с ним вместе провела. Столько мы вообще пережили в этой больнице. А потом еще переезжали в другую. Поэтому мне как-то неловко, что здесь находиться опять и без животика. Как будто бы я в роддоме, но не по назначению. Или готовлюсь к следующей беременности. Саша, неплохая идея, да? Может, чуть-чуть подождем? Ну, не знаю. Мне нравится с малышом. Хочешь девочку? Да. Ставь лайк, если хочешь, чтобы у нас была еще девочка. Помимо сыночка. Это будет очень мило. Представляешь, дети погодки. Это когда одному, например, два годика, а второму годик. Да нет, что-то жестко. Мы так не спим вообще. Ну, что? Ну, да, два года подряд не спать. Ну, что точно? Мы до этого три года не спали, Ютуб делали. А теперь что? Ты что? Я не доживу так до сорока. Да нет, на самом деле после операции нельзя так часто рожать. Потому что нужно дождаться, когда все наконец-то заживет и крепко будет. Там же снова опять все раздуется, если новый ребеночек появится. А еще один очень важный момент. Я хочу узнать, можно ли здесь наблюдать малыша после рождения. То есть записаться к ним, как в поликлинику. Потому что моя городская, но она такая, не очень. Там очень длинные очереди. Возможно, здесь будет лучше. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Ты мне что-то понравилось. Хорошо. Что-то нравится. Нравильно, очень. А, понятно, да. Я тебе уже говорила, что переждать тоже опасно. Вступила самородой при тазовом обнажении, причем нет. Если был таза дохлит, нажмила, парень, но это опасно. Да, так тоже покрывает жизнь. Если тут это, как сказать, неприятно, то там это опасно. Ну что, я уже вышла от своего врача. Нам уже сказали, что в итоге все хорошо. С малышом все, слава богу, очень удачно получилось. С моим здоровьем тоже все в порядке. Она похвалила меня. Говорит, у тебя очень хорошо все заживает. И никаких даже рубцов или шрамов она не нашла. Еще очень важно, нам сказали, что второго ребеночка мы сможем родить сами. То есть плановая операция будет необязательна. Но лучше его делать не раньше, чем через год. Как я и говорила. Фух, теперь я спокойно, не переживаю. И иду к своему малышу, потому что он там сейчас с бабушкой гуляет на улице. Очень уверенно проголодался и ждет нас с папой. В принципе, в этом роддоме у меня остались только положительные впечатления. На самом деле, я думала, что может быть будет что-то не так, но нет. Когда я переехала в другую больницу, это оказалось просто адом. Здесь у меня было намного лучше, поэтому спасибо ему большое. И большое спасибо всем врачам и всему персоналу, которые это время были со мной. Почти под каждым видео и в инстаграме, в комментариях у вас куча ко мне вопросов. И сейчас я на них отвечу. Первый вопрос, который интересует практически 90% моих подписчиков. Почему я не показываю малыша? Самая главная причина в том, что обычно малышиков не показывают первые 40 дней их жизни. Если честно, мы не очень суеверные люди, но все-таки в этом случае решили тоже последовать этой традиции. Сейчас прошло уже 3 недели, и скоро мы покажем нашего малыша. Я хочу сделать целое видео об этом. Есть еще один популярнейший вопрос. Как мы его назвали? Это маленькая тайна. Но так же, как и про внешность малыша, я расскажу об этом во влоге. Так что обязательно подписывайся на мой канал, жми на колокольчик, и ты ничего не пропустишь и узнаешь все новости первым. Еще один очень частый вопрос. Ты уже родила? Ну, как сказать, вообще-то да. И, кстати, об этом я сняла несколько видео. Я прям снимала все, что со мной происходило. Брала телефон вот так вот с кушетки. Когда не могла двигаться, только говорить. Я описывала все свои ощущения. Про мои роды вышло целых 3 видео. Обязательно их посмотрите, если не видели. Даже мне иногда страшно это вспоминать. Следующий вопрос. Какие были впечатления от родов? Ну, в основном все мои эмоции и впечатления запечатлены в моих влогах. Практически все, что я чувствовала, я рассказывала на камеру. Первый час после операции я уже снимала. Мне помогали в этом даже медсестры. Я не всегда могла вспомнить некоторые слова, и поэтому они мне кое-что подсказывали. Спасибо им. Это было, кстати, прикольно, потому что в интенсивной терапии лежали и другие девочки. Всем было плохо, а я, получается, всех веселила и отвлекала. Еще один очень частый вопрос. Тебе помогает Саша? Саша, ты мне помогаешь? Конечно, помогаю. Да, это правда. Он мне очень помогает. Наш уход за малышом делится практически 50 на 50. Если я вдруг устаю, уже руки отсыхают его качать, уже голова звенит от его криков, то я просто прошу Сашу, покачай его, пожалуйста, и все, никаких вопросов, он берет его к себе. Подгузники мы тоже меняем 50 на 50. Кто сейчас свободен, тот бежит скорее менять подгузник малышу. Следующий вопрос. Ты будешь реже снимать видео? Как вы уже заметили, даже во время родов, пока я лежала в больницах, наши видео на канале выходили по графику. Мне, конечно, это стоило больших трудов, снимая все, что со мной происходило, потому что на руках у меня был либо малыш, либо у меня очень болел живот. Ну а сейчас мы с Сашей просто, откровенно говоря, не досыпаем. И это бывает достаточно тяжело снимать по такому же графику наши видосы. Но, как вы заметили, график видео не поменялся. Мы снимаем столько же видео, хоть это и очень тяжело. Так что обязательно смотри все, что мы снимаем. Для нас это будет самым приятным. Вот таким получился мой седьмой влог. Мне даже не верится, что столько влогов я уже наснимала. Эта рубрика на нашем канале появилась очень спонтанно, после того, как я забеременела. Именно в этот момент мне захотелось с вами делиться всем, что происходит в моей жизни. Большое спасибо за слова поддержки в комментариях. Мне очень приятно их читать. А еще подписывайся на меня в инстаграме. Туда я выставляю каждый день что-то из своей реальной жизни. Всех обнимаю и люблю. Ставь лайк, подписывайся на наш канал и выбирай, какое видео посмотришь в следующем.